Лекарственные лекарства 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 и в принципах Всемирной организации здравоохранения. Хочу вам показать несколько фотографий, обычно мы их в конце показываем, но здесь в начале. И вы видите, это прекрасный город Астана, вы видите, наверное, красивый город, современный город, не имеющий длительной истории, но современный город. И вы видите первую группу редакторов казахстанского национального формуляра. Вы видите также членов вице-министра и председателя фармацевтического комитета Министерства здравоохранения Казахстан, а также группы экспертов, первых внешних экспертов Республики Казахстан и начальной группы. На сегодняшний день мы уже рады тому, что первым этапом в Республике Казахстан стало создание редакторской группы по созданию формуляра. А сейчас вам покажу еще одну фотографию. Это фотография, где мы вместе с Лили Евгеньевной где-то две недели назад были на первой такой конференции, фармацевтической конференции в Астане. Лили Евгеньевна, а вот эту фотографию, можно ваше внимание, вы не видели эту фотографию, посмотрите, пожалуйста, вы узнаете? Нет. Это фотография экспертов по лекарственной политике, и вам ее прислал Дэвид Вудс из Новой Зеландии сегодня буквально с утра. Поэтому спасибо вам за интернет, который вы предоставили. Он сказал, все ли на этой фотографии продолжают работать в области лекарственной политики. По-моему, большинство людей, стоящих здесь, продолжают работать. Это вам подарок будет эта фотография. Вы знаете, во всех наших республиках национальный формуляр является, вот как и по приказу Республики Казахстан, лекарственный формуляр является перечнем лекарственных средств, который включает, так написано, во всяком случае, в приказах, лекарственные средства с доказанной клинической эффективностью, безопасностью, сформированной для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, с указанием предельных цен и являющейся обязательно основой для разработки и создания лекарственных формуляров в лечебных учреждениях или в организации здравоохранения. Это так написано в приказах, но на самом деле процесс находится еще в процессе, такой процесс этот еще не окончательный. Мы только приступаем к созданию таких формуляров на основе доказательной медицины. И вот в рамках проекта, который осуществлялся Evidence Based Networks, с июля этого года, всего нет еще полугода, произошли изменения. И об этих изменениях я хочу с вами поделиться, какие изменения произошли. Ну, остается во главе этой политики или во главе этой системы Министерства здравоохранения, как у всех у вас, в том числе и в Республике Казахстан, отвечает за процесс создания формуляра национальная формулярная комиссия. Но вот два последующих изменения, которые мы предложили, это то, что как раз указал господин Йоргенсен из Дании. Это создание экспертных советников, то, чего у нас до сих пор не было группы экспертных советников. И нам очень приятно было видеть вашу презентацию о том, что такой процесс и в Дании проходит как бы начальный, довольно, ну, не длительный начальный период, потому что мы считаем, что экспертные советники также должны являться ключевым лицом при создании национального формуляра. И следующим важнейшим звеном, это тоже прозвучало в докладах, является лидерство, лидерство главного редактора, главного редактора и группы редакторов. Это то новое, чего у нас вот еще во многих наших постсоветских странах нет. То есть это та группа экспертов, которые будут работать, которые работают с утра до вечера именно с информацией по поиску доказательной базы для включения того или иного препарата в формуляр. По созданию монографии, вот то, что сейчас происходит в Казахстане, по поиску правильных доз, противопоказаний и показаний при беременности и кормлении грудью. Еще раз повторюсь, что вот эти два новшества мы очень гордимся, что мы смогли внести в Республику Казахстан, хотя еще это все находится на первых этапах развития. Вот это небольшая группа. В нашу группу входили часть экспертов из британского национального формуляра, а также главный редактор новозеландского формуляра. Что хотелось бы сказать прежде всего. Сегодня звучало несколько раз вот этот такой довольно болезненный для наших стран момент, что все четыре звена, все четыре звена участников этой системы по созданию национального формуляра должны быть людьми независимыми от влияния фармацевтических компаний. И однепременным условием является подписание декларации о конфликте интересов. Причем декларация о конфликте интересов подписывается ежегодно и указывается полностью, здесь прописано, если вы хотите, потом вам подробнее вышлем эту информацию, то, что ее зачитывать я не хочу сейчас, но абсолютно все, что может касаться вас и иметь отношение вас и ваших ближайших родственников к фармацевтическим компаниям. Хочу сразу вам сказать, что этот процесс непростой. В наших странах еще нет такого большого потенциала или группы ученых, которые могут свободно отказаться от влияния фармацевтических компаний. Поэтому при разработке такой группы редакторов, и особенно при выборе главного редактора, нужно тщательно подходить к этому условию, потому что от этого зависит успех. Либо национальный формуляр будет продолжать оставаться, ну скажем так, под влиянием, разрабатываться под влиянием фармацевтических компаний. И следующий элемент, который тоже хочется подчеркнуть, особенно для наших постсоветских стран, что люди, которые четыре группы, мы четыре группы экспертов или профессионалов, они не должны совмещать эти должности. То есть, если вы являетесь внешним экспертом и даете свою внешнюю экспертизу по тому или иному препарату, вы не можете являться членом формулярной комиссии и, соответственно, голосовать за данный препарат. Если вы являетесь членом редакторской группы, соответственно, вы не можете входить в группу формулярной комиссии и в том числе голосовать за этот препарат. Главный редактор формуляра также присутствует на всех заседаниях формулярной комиссии, но у него нет права голоса. То есть он не должен влиять на выбор препаратов, которые будут входить в структуру формуляра. Следующим новшеством, которое нами было предложено при помощи тренинга, который проводился в июле-августе этого года, то, что формуляр сейчас, формуляр казахстанский, вот этот формуляр, основывается на анатомотерапевтической классификации или АТС-классификации, который, как вы все знаете, здесь все сидят профессионалы, не надо долго объяснять, подразделяют лекарственные препараты на 5 различных уровней. И это стало большим прорывом, потому что при присвоении лекарственному препарату, при включении препарата под АТС-кодом, происходит исправление очень многих ошибок, которые были до настоящего момента. Сейчас еще хочу вам еще раз напомнить, так просто, чтобы вы посмотрели, каким образом мы включаем препараты, если это группа сердечно-сосудистых препаратов, включающихся в сердечно-сосудистую систему, то там включается С, это группа С, соответственно, она имеет несколько подразделов С-01, С-02, и в том числе, например, С-09, препараты, влияющие на ренино-ангионтензиновую систему. И из этой группы С-09 вы можете, вы, включаются у нас препараты С-09А, или чистые монопрепараты, ингибиторы ангионтензин, превращающего в ферменты, а могут включаться препараты АА или АБ, комбинированные препараты. Но все это я говорю только потому, что мы предложили в эту систему включать препараты по АТС-коду, и в таком случае НЛАприл, если он даже ранее повторялся в нескольких разделах формулярной системы, то настоящий момент, как монография, как препарат, так как он обладает только одним номером С-09АА-02, он включается только один раз. Но потом, оговорюсь, еще бывают несколько исключений. Но что это позволяет? Во-первых, давайте, сегодня озвучало проблемы страховой медицины, это первое. Еще в нескольких выступлениях произошла очень важная связь между формулярами и руководствами по лечению, или стандартами руководствами по лечению. Очень часто задают вопросы, что является важнейшим, стандарт по лечению или формуляр? Ну, конечно, формуляр, потому что он является основным списком лекарственных препаратов. И когда мы провели сравнение в Казахстане, оказалось, что очень много препаратов в стандартах лечения не входят в формуляр. И сейчас, когда мы пригласили руководство, которое отвечает за создание стандартных протоколов по лечению, оказалось, что они остро нуждаются в тесной связи с этой редакторской группой. И это был прорыв, сделан первый шаг в прорыве гармонизации работы двух важнейших разделов. Значит, коротко очень хочу вам сказать, что я передаю Лили Евгенина вам, я действительно его привезла для вас, этот сигнальный номер. Разрешите, я вам этот ручок. Спасибо. Но мы его называем сигнальным первым номером, но самым главным, да, я сделала то, что не должна, вот здесь. Но что мы говорим? Что главным на сегодняшний день, и сегодня звучит очень часто, является уже не твердая копия, не сама вот эта книга, хотя мы все любим книги, а является все-таки электронная версия препаратов. И вот вы здесь видите первый такой обзор. На сегодняшний день вы все можете пользоваться и открывать и этот сайт, и мы можем обмениваться этой информацией. И то, что сегодня прозвучало, Кокреновская ассоциация России, станет главным источником информации для создания новых монографий. Это не подлежит никакому сомнению. Это очевидно. Потому что где же искать информацию? Только если в английской версии еще. Но у нас, к сожалению, не все еще владеют английским языком, поэтому русская версия очень приветствуется. Я думаю, на всем постсоветском пространстве мы очень рады. И все, что сегодня происходит, мы передадим всю эту информацию буквально сегодня вечером по нашим каналам электронным всем странам СНГ. И что является очень важным и новым, что в некоторых наших странах, и в том числе почему-то в Казахстане так произошло, мы списки составляли только на русском языке. На сегодняшний день мы перевели казахстанский формуляр в двуязычие. Английский язык и русский язык. Ну и, соответственно, ATC-код. И вот по этим трем вещам вы сможете осуществлять поезд в этой электронной версии казахстанского формуляра. Или вы знаете название на русском, или на английском, или вы знаете ATC-код. Более того, мы обладаем возможностью с этого сайта переходить на сайт Всемирной организации здравоохранения. Это очень является важным, который вы всегда обладаете достоверным. Является ли этот препарат именно под этим кодом включен или нет. Какими ошибками, буквально несколько слов хочу вам сказать, почему очень важно в код, для тех, кто еще не убежден, что включение препаратов под ATC-кодом является важным. Например, у нас был такой пример, препарат под номером 85. Написан местные гемостатические средства. И включается целый перечень, плазма, губка разных размеров и так далее. Если в монографии под этим номером писать очень трудно, какая монография будет соответствовать препарату. Особенно будет трудно при переводе этого, так скажем, такого группы препаратов в стандарты лечения. Нужен порядок, нужна четкость изложения, поэтому каждому препарату нужно присваивать код. Вот так, в таком... Здесь несколько ошибок, которые... Хотела сказать, или же, например, если ваша формулярная комиссия во многих наших странах, она заседает, ну, 3, максимум 4 раза в год, и у них нет возможности и нет времени проверять полностью информацию в соответствии ее регистрации. И вот, например, под данным пунктом 245 мы обнаружили, что у нас находятся еще препараты глазные капли, 5 мг в 1 мл, а эта форма не была зарегистрирована в Республике Казахстан. Если же был присвоен опять же код, то легко было бы проверить соответствие регистрации этого препарата. Поэтому мы считаем, что это очень и очень важно. Ну, вот такие ошибки, это... Нельзя их даже к ляпсу отнести, но, тем не менее, это препарат, который упоминался 3 раза, один и тот же препарат, под разными разделами. Если бы у редакторской... Сейчас при работе редакторской группы такие ошибки просто избегать очень легко. Следующее. Итак, значит, смотрите, что у нас как бы получается, что на сегодняшний день вот в этом справочнике... Можно еще раз вернуть назад? Что хотелось бы вернуться к доказательной медицине? Спасибо большое. Заканчиваю. Хотелось бы сказать несколько слов о важности. О важности того, что... Мы гордимся тем, что при работе редакторская группа определила вещи, которые, наверное, у всех нас в наших странах есть. Не соответствуя информации в инструкции международным источникам с доказанной эффективностью безопасности. Что я хочу вам сказать. Мы проверяли по британскому национальному формуляру, по ВОЗовскому формуляру и включали, вот если вы увидите, вот такие желтенькие таблички, которые указывают, есть несоответствие в дозах, есть несоответствие в длительности приема, есть несоответствие в разделах применения при беременности, при кормлении грудью. И эти моменты стали возможны выявлением только тогда, когда редакторская группа смогла проверять все это по независимым источникам информации, в том числе по обзорам Кахрейн. Мне уже говорят, что я немножко затягиваю время. Как раз был последний слайд. Но я хочу вам передать еще один подарок. Ассоциация независимых лекарственных бюллетеней недавно проводила свою конференцию. И это совершенно свежая книжка. Книга «Оценка риска и пользы при оценке лекарственных препаратов». И эта книга уходит тоже вам. И мы надеемся на плодотворное сотрудничество. И мы будем сотрудничать и пересылать друг другу книги не только в твердой копии, но и в электронной версии. Мы очень рады сотрудничеству с вами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова